дорогие друзья и подписчики раз всех приветствует на своем канале предлагаю вашему вниманию обозреть значит распаковочку и небольшой обзорчик видеокамеры HHC V770 от Panasonic давно значит заглядывался и смотрел долго выбирал значит обычную видеокамеру для себя значит для съемок и вот решил остановиться на вот этом вот на вот этой модели до этого начать снимал все свои видео вот на такую компактную экшн камеру хиоми и в общем то она мне всем нравилось самое главное что она компактная реально очень такая миниатюрная буквально вот тут два спичных коробка в объеме всего занимает значит крепится значит тоже на штатив но у нее конечно же нет такого значит можно сказать гигантского зума ну давайте начнем пожалуй до смотреть на коробке тут ничего особо интересного нету основные все данные производители сделана она в малайзии значит что еще стандарты какие она поддерживает и в общем то ничего такого интересного нету штрих-коды различные и давайте все посмотрим что производитель значит положил нам в коробку сама камера упакована значит вот в такой узыбчатой пленке пакете в общем то все так аккуратненько сложено инструкция на русском и значит украинском языках блок питания значит в комплекте различные значит кабеля аккумуляторная батарея сейчас это мы поподробнее рассмотрим инструкция довольно таки тоненькая значит многого много чего интересного здесь всю полную информацию вы не найдете где ее найти значит я расскажу немножко попозже так ну вот кабеля значит для подключения к телевизору всевозможные hdmi кабель вот вижу есть начида напрямую чтобы подключить телевизор и смотреть иначе то видео высоком качестве значит кабель зарядки значит головки через юсб подключается сама значит непосредственно зарядка у нас идет на 5 вольт 1.8 ампера ну к сожалению быстрой зарядки данная камера не поддерживает к сожалению вот есть значит устройство горячий башмак да как его многие фотографы называют муж его вставить значит в камеру вот здесь у меня такое есть устройство так значит да сюда прикрепить какие-то значит микрофоны значит освещение сделать более такое мощное и значит более так значит профессионально заниматься съемкой вот что еще у нас есть есть вот аккумулятор до аккумулятор на 1940 миллиампер часов 3,6 вольта ну такое видно что очень значит компактный и я больше чем уверен что его на долго значит не хватит давайте установим аккумулятор значит посмотрим внешне что мы можем тут наблюдать первое впечатление когда держит камеру как довольно таки приятно и все значит элементы корпуса очень хорошо подогнаны имеют воде иначе где значит пальцами держишь камеру такую шероховатость то есть ну в принципе довольно таки добротно все сделано скажем тогда значит есть шторка которая закрывает объектив причем эта шторка открывается не вручную а открывается автоматически когда откидывается значит панель у видеокамеры ну это потом еще покажу значит есть фонарик небольшой светодиодный то есть ну хотя бы в каких-то небольших значит сценах каких-то темных до съемки он вполне пригодится также значит есть возможность накручивания сюда каких-то фильтров значит всевозможных каких-то широкоугольных может что ли объективов размером 49 миллиметров и значит хочется отметить что камера такого в общем-то хорошего высокого уровня я бы сказал да ну конечно непрофессиональный непрофессиональная она но не самая такая простенькая так скажем да камера кстати поддерживает вайфай что очень приятно есть немножко попроще камера она в 760 называется без вайфая ну я что-то решил остановиться вот на такой потому что все равно чем больше значит функции у камеры тем тем как бы она более такая значит приятнее пользоваться так скажем удобней вот и на этом я все-таки считаю экономить не стоит и приобрести такие своих камеру вот и хочу добавить что значит камера все-таки такого начального уровня но для прогрессивных значит значит любителей съемки там ютуберов каких-то да значит кто любит значит снимать там каждодневно какие-то там значит мероприятия события то есть функционал у камеры довольно-таки неплохой вот я еще раз отмечу есть вот значит фонарик да у нее не на многих камерах такая есть то есть это значит на дешевых вы точно это не найдете такой момент значит ты пишет звук 51 по заявлением за ночью такой микрофон большой стоит значит что еще ну крепить то что можно значит на штатив тут есть значит резьба значит это принципе никого не удивишь то есть везде вот начнутся на нижней части тут есть слот для карты памяти значит по описанием я видел что значит только 64 гигабайта максимально но все-таки у них есть ссылка на официальный сайт какой-то какой-то там ну я думаю что 128 она таки должна поддерживать если кому интересно значит можете зайти в мануале почитать по ссылке если у вас есть какая-то дополнительная информация по значит максимальному объему памяти напишите комментариях был бы вам очень признателен ну и на давайте попробуем включим откроем вернее посмотрим у ночи камера экранчик включается сразу же после откидывания начать дисплея вот и мы видим что значит объектив открывается сразу же да здесь мы видим большое количество различных входов то есть вот значит hdmi сюда подключаться вот этот кабель про который говорил и usb значит есть можно также телевизору через за обычный значит разъем мини джек через обычный джек подключить аудио-видео кабель есть возможность подключения микрофона что очень немаловажно значит возможность просмотра отснятого материала значит эта кнопочка указывает уровень что подсказывала включение вай-фая ну и кнопочка включения-выключения значит да ну вот можно нажать камера выключается вот ну давайте снимем значит башмак чтобы он нам не мешал да таким образом он вытаскивается и включается значит точно также допустим нажатием клавиши включения да вот ну давайте посмотрим как она смотрится на руке значит все основные клавиши значит располагается на своих местах интуитивно понятно клавиша включения под большим пальцем и указательным чем можно значит регулировать приближение зумировать и также есть возможность значит фотографирование делать стоп-кадрами сенсорная кстати вот еще хочется отметить что не на всех камерах вы найдете начать сенсор но большинство значит уже старается все-таки внедрять вот но сенсоры здесь значит такое своеобразное к нему нужно привыкать потому что он не как вот на смартфонах да так нажал легонечко и сразу тебя значит там что-то появляется меняется здесь нужно немножко держать придерживать то есть даже немножко продавливать я бы сказал да то есть к этому нужно привыкать вот фотографии делает ну я думаю что для фотографий мало кто будет покупать до ночи данную камеру но он таки делает фотографии и разрешением всего ночи два варианта у него 12 мегапикселей 2 мегапикселя то есть выбор принципе не особо велик по настройкам записи видео делает можно поменять зум оптический то есть либо 20-кратный интеллектуальный цифровой 50-кратный 6 60-кратный поставить и какой-то тут еще есть полторы тысячи ну я думаю что это значит очень большой потери значит качество будет и я остановился все-таки на 20-кратном думаю этого вполне достаточно будет вот дальше значит формат записи записываю значит в и весе hd то есть там я честно говоря не советовал бы никому в таком формате записывать так как там несколько файлов он пишет очень неудобно так значит и вот пишет mp4 и айфрейм в mp4 принципе вполне достаточно и удобно значит затем начать форматировать значит данное видео вот так же можно выбирать на че качество full hd на различные значит и варианты и просто hd и вот айфрейм ну айфрейм это более такое начата худшее качество и я тоже честно говоря никому было не советована чистой значит при рекорд иначе такая функция у данной камеры то есть можно включить камеру до ночь и нажав эту функцию она будет до значит начала записи вот кнопочкой кнопочка рек она три секунды примера записывает то иначе какой-то момент чтобы не упустить допустим вы нажмете да в этот момент что тоже там будет что-то делать чтобы вот такой момент не пропустить вот эту функцию можно активировать и значит камера уже запишет заранее за три секунды то есть очень удобно значит дальше значит рамки лиц значит стабилизации различные режимы можно менять затемнение при включении то есть это такой кинематографический спецэффект может видели да когда видео начинается там черное такое значит начало плавное значит происходит и также можно менять цвет этого то есть можно белый сделать либо черный то есть тоже принципе как бы такой удобный момент что в общем-то в обычных может камерах не встречаться контурные линии за которые чтобы не выходила значит изображение при съемки значит горизонтальный указатель есть можно поставить то есть ну чтобы в принципе не заваливать горизонт более-менее горизонт снимать чтобы ровно для новичков данная функция длине не для новичков она не лишняя будет все таки я считаю вот это и gs значит это когда вы снимаете резко камеру либо вверх поворачиваете либо вниз запись останавливается ну сделано это я тоже не совсем понимает для чего но видимо когда руку опустил там снимаешь что-то руку опустил камера отключается там чтобы ну лишний начать память не забивать да может кому-то и понадобится принципе ну сделали молодцы и не спорю вот контраст тут подсветка вот эту можно включать там три режима у нее есть значит автомат подсветка видео вот на автомате чтобы она работала то есть темная зашли на сама включается может принудительно включите можно чтобы она никогда не включалась ну я чудо выключила не как бы она пока не нужна дальше значит направление съемки тут тоже значит есть какую сторону настройка широкоугольного объектива есть но я выключил потому что в данном случае камеры только лишь позволяет десятикратный зум использовать вот и когда ее выключаешь ну вот двадцати кратные значит есть возможность снимать вот и так же вот звук 5.1 к сожалению тоже вот он доступен значит при съемке в формате avchd вот вот в этом вот большом ну я тоже как бы думаю что разницы в звуке особой не будет потому что ну попробую конечно потом будущем поэкспериментирую но сейчас пока думаю что в этом смысла особого нету вот что у нас еще есть ну и вот обычные стандартные настройки тут дисплеи часы мировое время можно установить значит стиль даты поменять значит значки на экране несколько режимов энергосбережения также тут чтобы экран долго не горела выключать но это стандартные такие настройки значит звук нажатия к этом ночи я убрал это да вот еще немаловажный момент снимает в разу можно поменять формат рамки картинки до 16 на 9 соотношение сторон либо 4 на 3 то есть наш нас надеть поставлю что такое наиболее стандартные востребованы значит до режимы и вот мне он больше нравится так скажем сбросить настройки можно вот еще вай фай подключить тоже значит можно значит состояние памяти проверить дыма режим там есть если без карты памяти включаете иначе да значит там какая-то картинка там ну это в общем то не так интересно хотел бы остановиться на начать интересные функции которую значит производители заложил в камеру это онлайн руководство вот значит можно выбрать отображение ссылки url на экране вот давайте посмотрим он показывает но она нам ничего как бы не даст да и наиболее вот интересно это вот qr-код то есть его мужа мобильным телефоном отсканировать подключиться к интернету и вам сразу же значит выбрать там нужно язык русский да и у вас будет инструкция вот такая вот бумажная но уже такая расширенная более подробная там где-то 260 страниц и с полнейшим описанием значит всех вот этих вот функции вот у вас будет мобильном телефоне реально очень удобно все это работает я значит проверил и советую вам ее заранее скачать еще так забыл добавить такой момент очень удобно сделано чит дисплей вращается начало все стороны в принципе да значит можно его повернуть и пользоваться значит меню камеры то есть просматривать отснятый материал то есть но допустим таком режиме было бы удобно да то есть также значит направить вот на себя можно до снимать значит вот так вот у всем привет то есть принципе как бы функционал камеры довольно-таки хороший я буду скала даже в очень бы хороший для такого любительского уровня также значит вот здесь ролик ночной передней части несколько неудобно конечно расположен но все-таки он здесь есть значит он нажимается по нему можно кликать то есть он прожимается и здесь меняется значит баланс белого можно менять то есть вот можно выбрать вообще то есть какие вот есть значит интеллектуальный вот есть также значит интеллектуальный плюс там можно вручную ночь менять и баланс белого там всякие там выдержки там все остальные настройки художественный есть режим hdr есть режим то есть там как вот у фотоаппаратов может кто знает слышала значит тени там делать светлее то что яркое делать темнее как то вот баланс между темным светлым и светлыми там и тенями в общем там на электронном уровне станта меняет и картинка кстати очень хорошая получается вот по фотографиям в телефоне мне эта функция очень нравится вот на видео ни разу не пробовал вот значит очень приятно что она здесь есть и конечно же потом посмотрим как она работает так ну и вот ручные настройки есть да как я вот сказал здесь здесь все полностью значит меняется вручную фокус там еще что-то ну это для таких заядлых любителей ручных настроек значит все это здесь есть и также есть режим значит замедленной съемки ну вот в общем где-то вот около суток я попользовался данной камеры попробовал ее зарядить и полностью кстати изначально из коробки аккумулятор у камеры разряжены в ноль то есть его необходимо зарядить он у меня заряжался где-то около двух с половиной часов и его хватило где-то но от силы где-то на час примерно и вот на час вот просто вот работает то есть лазить по меню там смотреть настройки менять там но небольшие там несколько роликов я поснимал да значит ради интереса давайте я вам покажу немножко поснимал аккумулятор очень кстати маленький то есть несмотря на то что нет еще 940 ампер часов на самом деле его емкости очень мало хватает производитель пишет что конечно вы можете покупать до дополнительно там увеличенной емкости но они там стоят там нереальных денег ну посмотрим время покажет если его реально будет не намного хватать конечно придется покупать докупать новый аккумулятор ну а как вариант конечно значит есть у камеры получается зарядный кабель он идет с юсби то есть его можно значит подключить к пауэрбанку и допустим где-то вот в поле до далеко от розетки можно как бы ну без проблем заряжать аккумулятор то есть это в принципе как бы плюс а вот из минуса чтобы я хотел отметить что производитель не положил зарядник для этого аккумулятора то есть все время приходится значит заряжать все время приходится значит заряжать значит через вот это гнездо то есть аккумулятор все время он стоит в камере и как вот сотовый телефон приходится начать все время начать заряжать ну не знаю удобно это или нет но время в принципе покажет но я просто первый раз таким сталкиваюсь но я думаю что это современная тенденция и сейчас от зарядников которые вот раньше вышли с фотоаппаратами да значит например сейчас от этого производитель уходит вот еще кстати забыл сказать что вот ну при просмотре вот видео да например есть возможность подключить наушники то есть такой есть разъемчик можно наушники подключить и где-то допустим чтобы не мешать окружающим можно значит комфортно просматривать начать снятый материал где-то там ночью ли где-то кто-то спит допустим не мешать это вот тоже в общем-то удобно сделано еще также добавлю у камеры есть очень интересная функция это значит и съемка картинки в картинке это значит так называемая значит беспроводная твин камера получается да то есть при помощи смартфона или другой ночи камеры можно соединить значит получается два устройства в одно и значит у вас на фоне на на фоне который будет идти значит картинка с основной камеры будет еще вставка ночи прямоугольная допустим еще какого-то там события или кого-то мероприятия там уже себя допустим снимать да там что-то там начать какие-то там фразы там говорит да начать и что-то пояснять то есть ну такая такой уже более значит профессиональный подход я бы даже сказал да значит к съемке и я думаю что эти эти моменты они очень значит пригодятся в будущем кто там очень любит значит снимать кто значит занимается значит видеосъемка это очень удобно также значит вот к вопросу о вай фай значит есть приложение что андроида значит сейчас расскажу image panasonic image app то есть можно его скачать то есть он бесплатно без проблем точно также значит такое же приложение значит есть и для андроида вот таким образом значит она выглядит то есть можно подключиться без проблем на чиповой фай камере и использовать использовать можно вот twin камеру сделать да значит как пульт дистанционного управления ночи камерой можно пользоваться где-то и закрепить там я узнаю что есть вот такие любители там значит за животными там снимать да где-то там камеру как-нибудь закрепить и вот удаленно значит ей как-то там пользоваться включать там выключать режим до приближать можно то есть ну реально очень удобно значит управлять значит удаленно камерой да также есть функция радио няня там вот значит кто за маленькими детьми с маленькими детьми начать живет так скажем да где-то там находясь другой комнате там можно поставить камеру это же там со смартфона значит удаленно значит следить начать за ребенком как он там себя ведет есть вот наблюдение за домом значит но тут при великая ночь возможно при великие иначе возможности всевозможные всякие есть вот ну подробнее об этом конечно я сейчас не буду останавливаться вот ну в общем и целом значит я рассказал что тут интересного есть какие начать фишки примочки у данной камеры думаю что своего покупателя она непременно найдет на рынке мне на предельно всем устраивает и еще забыл отметить значит камера обладает матрицей матрицы цемос значит это вот у панасоника только сколько я знаю такая используется и вот любители видеосъемок продвинутые ее как-то вот больше хвалят своих отзывах я вот тоже много информации почитал по в интернете по лопатил и вот решился и решил остановиться именно на ней вот ну не знаю точно сказать не могу насколько она там лучше или хуже если у вас есть какое-то мнение напишите в комментариях под видео буду предельно значит признателен вам какими в данной ценовой категории вы пользуетесь камерами чем они лучше там допустим или хуже да вот этого панасоника конечно это не экшн камера которая там на размерами в два спичных коробка и и там где-то там на моноподе или еще где-то значит с собой не поснимаешь ей все равно она размерами немножко побольше потяжелее но все же функционал у нее довольно-таки приличный солидный много кто говорит да вроде да зачем она нужна сейчас телефоны снимают хорошо да я не спорю телефон сейчас значит достигли такого очень высокого значит развитие то есть снимают по качеству я уверен что не хуже чем эта камера но все-таки по функционалу телефоны такие проигрывают во многом значит видеокамера ну во первых тут можно сразу отметить что зум то есть телефона никакой вам такой зум не даст и значит оптики точно значит такое ни одного телефона пока еще нету вот ну а соответственно в оптике тоже тут много чего значит тем более вот эта камера очень может снимать при освещенности всего один люкс как заявляет значит производитель если у вас какие-то есть вопросы какие-то значит пожелания пишите в комментариях обязательно отвечу значит также не забывайте подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик значит чтобы не пропустить свежие видео сейчас они выйдут на новый уровень как я считаю с такой камеры то все спасибо за просмотр пока пока и удачи